Добрый день, дорогие читатели! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Он призван обратить внимание человечества на проблемы мирового океана, повысить уровень осведомленности населения о потенциале, богатстве и красоте подводного мира. Ежегодно в рамках этого события проходят выставки, форумы, круглые столы, тематические лекции и конференции. Мы тоже хотим внести свой вклад в празднование Дня океанов, поэтому представляем топ-10 книг о крупнейших водных объектах. Все издания имеются в фонде централизованной библиотечной системы, предназначенной для детей разной возрастной категории. Книга «Путешествия в подводный мир» посвящена жизни океана и знакомит читателя с самыми разными представителями морской фауны, начиная от мелких планктонных животных до самых больших – легендарного гигантского кальмара и знаменитого синего кита. В своей книге Пол Хорсман увлекательно рассказывает о том, какую роль играет океан в глобальной экосистеме Земли и о необходимости защищать живую природу. В книге Маргарет Хайнс описывается удивительный мир морей и океанов. В этом царстве глубины, подводном мире, живут и размножаются самые разнообразные биологические виды – огромные стаи рыб, морские хищники и многие тысячи других существ и растений. Уникальные фотографии морских обитателей, а также приведенные в издании информации о последних научных открытиях в сфере исследования морских глубин, сделают чтение еще более захватывающим. Очередной том популярной детской энциклопедии «Я познаю мир» посвящен именно океану. Из него вы узнаете о физических и химических свойствах морской воды, об исследовании океанических глубин и о жизни их обитателей, о привычках и образе жизни моллюсков, рыб, ракообразных и о многих других животных и растениях, живущих в Мировом океане. Книга снабжена множеством иллюстраций и предметно-именным указателям, которые помогут лучше освоить материал. Совершить увлекательное путешествие в подводный мир поможет и великолепно оформленная интерактивная книжка с простым названием «Океан». Здесь повествуется о таинственной жизни океана. В родном доме более миллиона видов морских растений и животных, о его обитателях, об ученых и следующих морские глубины. Увлекательное и серьезное издание содержит занимательную информацию, фотографии, любопытные факты. Все ребята хотят быть всесторонне развитыми и прослыть среди сверстников эрудитами. Но порой так не хочется читать для этого горы скучных книг с нудной информацией и заумными терминами. Выход есть! Книга Ирины Барановской и Любови Вайткене расскажет все самое интересное о подводном царстве, причем сделает это с помощью коротких заметок, написанных легким языком. А в некоторых случаях описание вообще будет заменено иллюстрациями, ведь одна картинка порой даст больше информации, чем длинный абзац текста. Перелистывая страницу за страницей, юные читатели познакомятся с явлениями гидросферы нашей планеты, особенностями мирового океана, прочитают увлекательные факты из жизни водных животных и узнают много интересного о растительном мире водоемов. А необычно оформленные статьи непременно привлекут внимание ребят и помогут в освоении материала. Эта книга – путешествие по просторам огромного тихого океана, который на самом деле совсем не тихий. Здесь случаются тайфуны, страшные цунами, дожди, похожие на водопады. Вы побываете на коралловых островах, спуститесь в морские глубины, узнаете, как питаются киты. Все это расскажет вам отважный путешественник, который в одиночке на весельной лодке переплыл тихий океан. Я очень люблю океан. Красота нашего мира открылась мне в самых разных его местах. Но сильнее всего я чувствовал эту красоту и величие во время одиночных плаваний по океану. Так начинает повествование Фёдор Конюхов. История человеческих изобретений и великих открытий всегда начинается с простого любопытства. Перед вами научно-популярное издание, выпущенное в свет в серии «Это очень интересно». В книге говорится о том, как появилась первая в мире ботисфера. С помощью этого аппарата учёные впервые увидели тёмные и загадочные глубины океана. Тогда ещё не было современных средств фото- и киносъёмки. Подводные путешественники по телефонному проводу рассказывали о том, что видели на глубине, а художник зарисовывал описанных ими морских обитателей. Так люди узнали об удивительной жизни в подводном мире. Книга адресована маленьким читателям и будущим океанологам. Обратите внимание на необычный словарь, который составили и нарисовали португальские авторы. Это причудливый калейдоскоп морских историй, терминов, фактов. Насколько необъятен сам океан, настолько неисчерпаемые темы для разговора о нём. Фауна и флора, люди моря и их культура, сказки и легенды, приметы и юмор, кино и романы. А те, кто любит не только слово, но и дело, смогут научиться сами делать компас, вязать морские узлы, изготовить пиратскую шляпу или провести ряд морских экспериментов. Авторы-португальцы рассказывают нам в первую очередь о культуре и истории Португалии. Но вклад, который внесла эта маленькая страна в развитие мореплавания и кораблестроения, географию, навигацию и мировую историю, позволяет нам уверенно сказать, «Эта книга о всех нас, жителях планеты Земля, где так много океана, из которого мы все когда-то вышли». Настоящее издание, с любезного согласия авторов, было дополнено для русского читателя сведениями из истории русского мореплавания. Напоследок представляем литературно-художественное издание «Кто живет на глубине». Главный герой книги Тоби еще совсем маленький тигренок, но у него уже есть большая мечта. Он хочет исследовать океан и увидеть своими глазами, кто же живет в его глубинах. Для этого ему понадобится отвага, решимость, а еще самодельная подводная лодка. Сколько интересного увидит Тоби в океане! Об этом живо и увлекательно рассказывает английская писательница Шерон Рента. Историю о любознательном тигренке завершают рассказы о безвестных океанографах, которые вдохновили автора на написание этой книги. Завершает десятку океанической литературы книга Вимми Львух Анны Фиски «Найди и покажи в океане». Вместе с норвежской художницей вы отправитесь в подводное царство, подружитесь с обитателями океана, сможете подробно рассмотреть, кто что делает. Например, краб все время вяжет, рыба-клоун всех смешит, скат ходит в тапочках, русалка отжимается, а тритон вообще ест сладости. В книге-игре книги-парадоксе мало слов, но не каждая толстая книжка вместит столько историй, как эта. Эта книга подходит для любого настроения. Откройте ее, и вы на много часов забудете обо всем, рассматривая веселые, мельтешащие страницы. Воды мирового океана покрывают более двух третей нашей планеты, а человек исследовал только 5% этого огромного царства. Но не такая это уж и грустная новость, ведь, значит, и нас, и последующие поколения еще ждет множество удивительных открытий и головокружительных приключений. Всемирный днем океанов, друзья! Читайте познавательные книги и берегите прекрасный мир природы. Спасибо за внимание!